Эта машина кормит меня, поэтому я вовремя ее мою, меняя масло. Когда их только привезли, начальство сразу решило отдать ее мне. Казенный грузовик Дженишпек любит как свой собственный. Верный мусоровоз его никогда не подводил и за много лет ни разу не сломался. Вот только сам Дженишпек теперь уже не может работать как раньше. Он смертельно болен. В 2014 году мне удалили желчный пузырь, мне стало лучше. Но через год приступы возобновились. Мне сказали, что у меня альвеококос, ленточные гельминты. Врачи попытались делать операцию, но не смогли. Паразиты вжились в сосуды, а вырезать сосуды они не могут. Врачи сказали, что мне осталось полгода. Потом начнут желтеть глаза и кожа. Но выходить на работу все равно надо. Дома трое детей и самое главное – огромный долг за госипотеку. Этим летом Дженишпек взял в кредит маленький домик за городом. Выплату растянули на 15 лет. Каждый месяц шофер выплачивает по 120 долларов. А теперь его семье нужно собрать еще 45 тысяч долларов на пересадку печени. Вначале не хотелось просить помощи у других. Мне было стыдно. Да и сумма была большая. Я говорил родным, что такие деньги все равно не собрать. Но когда у тебя дети, семья, ты не можешь просто так опустить руки. Приходится и через такое пройти. Тем более у меня ипотека. Когда на работе узнали про его беду, коллеги решили помочь. Обычные дворники, водители и разнорабочие очень быстро собрали 6 тысяч долларов. Грузчики Дженубек и Капар, например, отдали по 5 тысяч сомов. Это ровно треть их заработной платы. Мэр Албек Ибраимов один из тех, кто входит в список самых богатых людей Кыргызстана. Но несут деньги и лекарства вовсе не большие чиновники и богачи. И пока из 45 тысяч долларов Дженни Шпеку удалось собрать лишь 10 тысяч. На счастье, в салоне грузовика Дженни Шпек когда-то повесил мышонка из популярного мультфильма. Игрушку давным-давно водителю подарила женщина, у дома которой Дженниш убирал мусор. Игрушка стала чумазой и пыльной, но выбрасывать ее он не собирается. Дженни Шпеку иногда всерьез верится. Может точно так же бишкекчане теперь подарят ему самый дорогой подарок – жизнь. Дженни Шпеку Галива, Азат Антамаков, Настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан.